Разговоры полушепотом, а лучше жестами. Сейчас не до шума. На снегу следилось, а значит, животное где-то поблизости. С минуты на минуту начнется охота. Мы проверили, что зверь не вышел из этого загона. И расставили стрелков, определили, откуда будут гнать загонщики. Это не кино, и водку здесь не пьют, даже чтобы согреться. Но то, что на охоте не суетятся по пустякам, правда. Сейчас за работой загонщики. Главное – вывести животное на тех, кто пока терпеливо ждет зверя с ружьем наперевес и в снегу по колено. И ожидание это может продлиться сколь угодно. Час, два, три, иногда дольше. Встаем в линию, напротив стрелковых номеров. Начинаем с криком. Собаки кричим, идем потихонечку в сторону номеров. Не даем зверю пройти между номерами. На лося обычно выходят по первому снегу. Обнаружить зверя можно только по следам. Так что в этом году, по сути, это первая охота. И она оказалась удачной. Загонщики не подвели, собаки не сбили со следа. Ружье не дало осечку. Огромный 200-килограммовый лось убит точным выстрелом. Два часа ожидания на морозе принесли свои плоды. Терпение, очевидно, не только рыбацкая добродетель. Стреляют обычно, чтобы наверняка, смотря как он идет и как стоит по-разному. Обычно стреляют по убойному месту, можно сказать. В этом году сезон охоты на лося уж очень короткий. 31-го. А это даже меньше, чем через неделю официальное закрытие. Так распорядилась сама природа и госнадзор. Для охотника две более чем авторитетные инстанции. Кирилл Михайлов, Владислав Протопопов, Анатолий Харламов. Новости 360.